Всем привет! Вы на канале Олега Соскина. Это мой первый канал, второй канал Соскин Ньюз. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, рекомендуйте друзьям, если хотите знать правду и реальные прогнозы, сценарии, события, которые сегодня могут произойти в ближайшее время и так или иначе отразиться на вашей жизни, на ваших близких, на тех, кто живет с Украины в соседних странах, Польши, Чехии, Белоруссии, Российской Федерации, Московии, в других государствах, США, Канада, в общем, кто куда с украинцев выехал и куда добрался и где, как говорится, судьба его так или иначе обустроилась или обустраивается. Итак, обговорим сегодняшнюю тему. Она, так получается, все равно связана с событиями на части Балто-Черноморской дуги. Это Беларусь, Польша, Литва, Латвия и Эстония. Начнем с Эстонии. Они призвали резервистов. Интересно, как они их призвали, сколько же там они вызвали этих резервистов. Если учитывать, что там очень большой отток населения и по демографии, и чисто там выехало за границу работать, трудоспособных эстонцев, очень много молодежи. Ну, кого-то призвали, в общем, сумели. И начали устанавливать там на эстонско-российской границе проволоку. Ну, вот интересно, как там вот эта женщина, которая там была или есть президентом, не совсем я так как бы до конца разобрался. Ну, это и не имеет значения. Которая сказала, что нельзя эстонцам вкладывать инвестиции в Украину. Ну, вот интересно, в Россию можно вкладывать? Да теперь вообще в Эстонию можно вкладывать инвестиции? Или эстонскому капиталу надо срочно бежать с Эстонии как можно быстрее и забирать все? Потому что, в принципе, то, как говорится, очень мало, ну, ни в коем случае не хочу убедить эстонцев, но их очень мало. Очень мало, и они очень маленькие, поэтому, как говорится, сколько же там той территории, там некуда и бежать особенно. Раз-два, российская граница и уже с той стороны граница. Поэтому, по сути, Эстония это сейчас очень классная для Путина мишень, для такого пилотного проекта по новой реализации, вот, собственно, того, то есть схемы, которая была реализована в свое время Джугашвили Сталином и Шекельгрубером Гитлером в результате раздела. Когда разделили, забрало Эстонию, Латвию, Литву, коммунистический советский союз большевистский, энковидистский, вместе с куском Польши, ну, не Польши, а той Западной Украины, которая была. Ну, и Гитлер, собственно, забрал Польшу и двинулся дальше. Поэтому, вот, сейчас очень становится так символично, станет ли Эстония для Путина таким пилотным проектом для ледокола Путина. Ну, мы же знаем, мы знаем, что Путин это ледокол. Вот, и его свершения, как он сказал, все впереди. Поэтому, естественно, что Эстония для него и для Вайна это очень такая тема близкая, горячая. Я думаю, что там уже все готово. То есть, колонна русского так называемого мира, она уже подготовлена, она уже готова. Зеленые человечки или какие они там будут, тоже готовы. Ну, собственно, можно уже начинать вот эту, как называют ее, гибридная война, ну, клеточную. Я называю это клеточная война. То есть, клетка белая, клетка черная, там, других разных цветов. И все время движение идет вот в рамках этих клеток, в разных вариациях. То есть, по сути, все уже готово. Да, и поскольку будет это восстание середины, ну, тут колючая же проволока не поможет на границе. То, естественно, они потребуют, те, которые там живут, они же поражены в правах эти люди. Они потребуют одинаковых прав с коренным населением, эстонцами, финно-угорцами. Они потребуют соответствующих гарантий, выполнения хартии человека, требований положения Европейского Союза, которые есть и в Маастерских соглашениях, и в Копенгагенских и так далее. И поэтому, вот на этом начнутся такие выступления, я думаю, серьезные. Будут парализованы основные объекты. Будет, поскольку и так эпидемия и все прочие вещи, поэтому экономика и так в тяжелейшем положении находится. То есть, по сути, все остановится. Видимо, ну, займут они там Таллинн, вокзалы, там еще что-то, какие-то морские порты могут занять. Ну и что может Эстония противопоставить? Путин сразу скажет, что вы выступаете, вы создали опасность для представителей, как он их называет, те, которые русскоязычного населения, которых Московия защищает и по законам своим. То есть, поэтому мы можем применить к вам силу, если вы не выполните их требования. Требования их и априори выполнить будет невозможно. Начнет нагнетаться ситуация. Они, например, там захватят парламент эстонский, там или еще что-то. Когда начнется внутренний кризис, и они создадут временное правительство, например, и потребуют это временное правительство обратиться сразу к Путину, чтобы он их поддержал, чтобы обеспечил их безопасность. Ну, он их поддержит, а чему не поддержать? Он так всех поддерживает. И, я думаю, тогда быстро будет сделано. Не зря же они сейчас репетировали этот десант на территории Белоруссии, возле Гродно, где погибло двое российских десантников. Высадится там тысяча, там полторы тысячи десантников российских в Таллине. Ну и все. И на этом, как говорится, все будет быстро закончено. А что тогда дальше? Скажет Путин, я вошел по требованию временного правительства, которое представляет трудящиеся массы Эстонии, для того, чтобы обеспечить свободные выборы, как в Луганско-Донецком анклаве. Он хочет, чтобы были тоже, там стоят его войска, в Донецке, Луганске, там, в Горловке, в Макеевке, в Волчевске и так далее. Он говорит, вот давайте выполним минские формулу штанмайера, сделаем такой, есть президент пока там в Германии, вот выполним ее, проведем там типа выборы, но не только на этой территории, а в целом в Донбассе, объявляем его особой зоной, дадим ему особый статус и проведем выборы при путинском контроле и оккупации его войсками, да? Вот, и разданными российскими паспортами, там уже где-то миллион, наверное, их раздали там, и теперь заводы, которые украинские, они теперь выпускают продукцию, которую Путин признал российской. Вот, это уже российская продукция, то есть просто стылили так, нахально, все нормально. Вот то же самое будет сделано в Эстонии, скажет, ну так извините, говорит, вот выборы проведем и посмотрим, как трудящиеся Эстонии проголосуют. Ну, понятно там, что они проголосуют, контингент же будет стоять российский, вот они будут голосовать под дулами. Вот таким, я так думаю, такой сценарий может быть. Ну, естественно, хочу ошибиться, но вполне возможно, все к этому идет. То есть Эстония, она, в принципе, уже к такому варианту путинскому, она уже очень подготовлена, очень подготовлена. Ну, а что НАТО? А что НАТО не может вмешиваться во внутренние дела страны? Как оно может вмешаться? Это будет внутреннее восстание, внутреннее волеизлияние граждан, этих людей, живущих на территории Эстонии, которые скажут, что их права попираются, и они восстановили вот такую социальную, гражданскую справедливость. Вот и все. Ну, если там не получится сразу, то гражданская война начнется. В Эстонии всегда были лесные братья. Вот начнут там, одни в леса уйдут, другие в города уйдут, третьи в море уйдут, вот там будут воевать тогда. Такое может быть. Ну, вот я думаю, что Эстония, она уже для этого созрела, и просто вот теперь Пуся порассказывает, где инвестиции делать, в Украине или в Эстонии, или куда идти, куда бедным эстонцам податься. И все это электронное чудо Эстонии, ну, и вся эта их практика, и все эти тяжелейшие испытания, которые они претерпели вот с 90-го года, за 30 там чуть больше лет, они уйдут в небытие. Все вернется на круги своя, и они снова станут колонией Московии. Ну, хочется ж ошибиться. Ну, такой нехороший сценарий даю. Основываясь на принципах и основных базисных пунктах науки, называется наука стратегическое управление. Я являюсь, считаю, очень хорошим экспертом, фахивцем в этой сфере. Много я, много читал этот курс, разработки сделал, пособия свои, книги написал. Так что думаю, вот, исходя из моих знаний, опыта и всего прочего, вот, и ощущений, я бы такой сделал прогноз по Эстонии. Ничего позитивного не вижу, абсолютно не вижу. То есть, вот эти конвульсии, там, резерв призовем, там, проволоку будем натягивать, это конвульсии, это просто биологические конвульсии, которые совершенно безлаберные, неэффективные, да и глупые по своей сути, и никакого позитивного результата не дают, но создают имитацию деятельности. Народу это, говорят, нравится, народ видит, о, колючая проволока, резервистов призвали, о, значит, забороняемся. Но, что это, как мертвому припарке, результат от этих резервистов призыва и колючей проволоки, это ж люди не понимают. Да, может, им и не надо это понимать. Ну, идем дальше, по этой дорожке Балта-Черноморской. Итак, Латвия проводит учения, тоже там у нее, они типа с иностранцами, с натовскими странами, ну, провели учения, учения закончатся, а дальше будет какой-то розыгрыш, который Путин им приготовил. Только, как бы, Латвия чуть попозже будет. Литва уже более-менее подогрета, и она следующая, конечно. Только как это будет разворачиваться, ну, увидим. Я думаю, какой-то внутренний серьезный кризис у них будет. Так же, как и Латвия, потому что там очень большая тоже диаспора русскоговорящих, и в Риге, и в других, и там большие деньги контролируются московитами, огромнейшие деньги. Поэтому Латвию, я думаю, они быстро раскачают. Да и население там тоже, по сравнению, там больше, конечно, чем в Эстонии, но меньше, чем в Литве. То есть, Латвия для Путина тоже это несложный орешек. Ну, сначала Эстонию, а потом уже Латвия. Я так думаю, может, ошибаюсь, может, Латвия первой будет, а потом Эстония. Ну, это даже и не суть важна. И Литву пока, как бы, они держат в запасе, но там накапливается уже достаточно взрывоопасного материала людского. Там эти так называемые мигранты, там их тысяч 6-7 уже, может, и больше. Там, я думаю, инфильтрация идет очень большая в середине. И там, видимо, там должен быть какой-то политический кризис, финансовый кризис. Ну, надо, пока они, как бы, не являются первоочередной мишенью. А вот, и теперь спускаемся чуть ниже, это уже Польша. Польша, конечно, раскачивается по полной. И надо сказать, что очень успешно. И трудности для Польши будут нарастать. Как ни печально это, мне не грустно. Вот, как мне очень, очень так это... Я ценю поляков, конечно, вообще так много у меня с ними связано. И много я проектов мы вместе делали в свое время. И много программ делали, и с университетами очень тесно сотрудничали во всех сферах. И с тем же... И с Варшавой, и... Я, и мои люди, постоянные участники этого... От тех... Всех форумов и безопасности, и в Крыныце, и так далее. У меня очень много людей, друзей, там, товарищей, знакомых в Польше. Во всех этих научной среде, и другой, там, интеллектуальном, общественном поле. Ну, как говорится, ну, что сделаешь? Такова судьба, такова судьба. И тут ничего не попишешь, потому что... Как бы верхушка правящей элиты, вот Кочинский, и те, которых он контролирует, ну, и ПИС, соответственно. Они очень, ну, такие... Во-первых, упертые. Во-вторых, такие... Вот есть такое выражение, говорит, он был прямой, как рельса. Понимаете? То есть они... Они абсолютно не приспособлены для хаоса, для анархии, для энтропийных форм, для фазы стагнации. Болота, для фаз падения, для кризисов, для руин. Они совершенно к этому не приспособлены. Они вот действуют очень прямолинейно. Их очень легко высчитывать. Легко предсказать их действия. И на два, на три, на четыре, на пять шагов. Вот, и поэтому они не представляют для Путина какой-то загадки. Ему даже очень... То есть он получает, я думаю, он получает, я так думаю. Может, я ошибаюсь. Получает даже удовольствие, как он их щелкает. Они идут туда, куда он уже им как бы указал. Он их гонит просто. Да, вот как красные флажки выставил и как волков гонят. Вот он, в принципе, так Кочинского гонит. Ну, и, соответственно, всю Пиц, которая за ним стоит. Там, конечно, есть умные люди. Видимо, их очень должно быть много. Ну, и Моровецкий тот же, да и Дуда. Но им надо... То есть, ну, их как бы вот этот, видимо, этот Кочинский и Орден Иезуитов, на который он опирается, они их настолько всковали, они их настолько как бы придавили. Говорят, вот только так и не иначе. То есть, они их фактически гонят на, ну, на, как сказать, на амбразуру, на дзоты, на огонь гонят их, на смерть гонят. Вот я бы так сказал. Потому что то, что вчера произошло вот с этими водометами, с этим... То есть, как я и говорил, смотрите, вот этот штаб стратегический, ну, понятно, путинский, его там работают стратеги, ну, и лукашенковский тоже. То, что они перебросили вот этих мигрантов, уже решили вопрос. Вывели их, этих лесных партизанов, с этих лесов. И перебросили их вот на этот, под Гродном, вот на этот, бы сгорели как там этот пункт. А там оказался мощнейший, шикарный логистический центр. И там эти, поселили они туда этих мигрантов. То есть, это вообще просто прекрасная инициатива. Как говорится, там он, как это, у него там справки с правками, а решение просто очень серьезное принято было. Это стратегически правильное решение. И вчера они начали отрабатывать, эти ребята молодые. И сколько там, 11-12 уже польских там военных и полицейских, и пограничников травмированы. Причем там один очень тяжело, там череп, там основание повреждено, трещина. В общем, не дай бог, молодой парень и так далее. То есть, там уже конкретная война идет. Конкретная, это же только начало. Это же они еще не применили, как я вам говорил, гранатометы, коктейли Молотова. Коктейли Молотова, как начнут кидать, так ого-го. Мало никому не покажется. Подождите еще. Оно же все к этому идет. У них теперь есть еда, у них есть тепло, у них есть уже где погреться, где помыться. У них целый центр базовый. Все это на территории Беларуси. А туда они идут, как уже на эту самую, на рейды. Это у них уже такие рейды. Польская территория. Это у них рейды. И они будут, конечно, о чем бояться. Поляки там открыли какое-то дело. Ну и открыли. Ну и что толку, что вы открыли. А Беларусь обвинила их в том, что они, руководство Польши, правительство и президент очень жестоко относятся к беженцам. Вот и все. К беженцам относитесь. То есть они сейчас будут говорить, а Дуда это Милошевич, он, видите, как зверствует. Он сребницу готовит. Он готов. Вот вам водометы, вот вам световые гранаты. Вот еще полякам дадут приказ этим стрелять резиновыми пулями. Вот скажут, смотрите, ребенку там стрельнули в него резиновые пули или в беременную женщину. То есть это все только, ребята, цветочки, это все начало. Плюс часть мигрантов повезли куда-то уже. Ну таких же погранцентров, я же вам говорил, этих пунктов 12. Там 4 железнодорожные. Представляете, сейчас железнодорожные будут блокированы, 4 пункта, все. А что ему этому Лукашенко, ему это вообще, это теперь все по барабану с этими санкциями, с Белави, то, что ему эти самолеты у него забирают с лизинга и так далее, и так далее. Он определился. А теперь смотрите, какие шаги произошли. Он остановил дружбу, нефтепровод. Поэтому вот нефть все остановилась. В Польшу она не идет. А тогда интересно, эти нефтеперерабатывающие польские заводы, они где сырье будут брать, где нефть будут брать. Мне вот просто интересно, кто им нефть даст, да? Тоже же вопрос очень большой. А теперь, а в Германию он тоже теперь не придет, это нефть. Тоже, в общем-то, они, там есть же предприятия ее перерабатывают. То есть он раз и остановил. А тут еще хоп, и вроде как один атомный блок на этой белорусской атомной станции, типа, тоже отключился вдруг, ни с того ни с сего. А в связи с тем, что он автоматически отключился, эта система, структура, которая экспортировала электроэнергию в Украину, ну там и другим, говорит, так нечего экспортировать, ребята. Понимаете, так сложилось, что уже нет у нас электроэнергии, чтобы вам что-то экспортировать. Дай бог, чтобы самим хватило. Все, вот, выполнили задачу Путина, выполнили. Как Путин сказал, так все и сделали. Но нету электричества. Путин с Казахстана уголь тоже в Украину не пускает. Там хороший уголь, плохой можно. А тот уголь, который добывается на Донбассе, так он теперь, это уже российские товары, антрациты и так далее. Теперь понятно, почему так быстро отправили в мир иной Звегирского, потому что он был собственный к этой шахте Засядька в Донецке и контролировал и мог влиять на многие-многие другие процессы по добыче угля, как Сахимов и всем прочим, на этой оккупированной Путиным части Донбасса. А теперь уже не влияет, все уже, ну, может с того света что-то и влияет, ну, напрямую вот в этом материальном мире уже влиять не может. Вот и нету Звегирского, он вроде старый, но мог бы еще год-два шипожить, правда? Теперь смотрите, что получается дальше. Дальше получается такая картинка. То есть, Лукашенко рубит, причем и Польшу, и Украину одновременно. То есть, невзирая, как кто-то говорил, на боль в боку, шурует по полной программе. А теперь смотрите, получается еще так дальше может как бы развиваться событие. Это, ну, на этой атомной станции там два блока. Один пока выключился, а второй еще работает. Посмотрим, может и второй отключится, кто ж его знает. И, ну, электричество уже в Украину не поставляют. Теперь смотрите, вот для Польши там где-то 12 польских бойцов, может больше, ну, 11-12. Ну, говорят 12, типа, ну, пострадали, так? А смотрите, сколько там находится уже на границе людей. Ну, как было официально цифру, называли 10 тысяч. Это те, которые служат в польской армии. 10 тысяч человек, да? Ну, 5 тысяч там полицейские, пограничники и так далее. Средняя зарплата у них минимальная, как бы такая. Это за месяц где-то на уровне 2000 евро. Но, видимо, она должна быть и больше с выплатами все-таки. Там это экстремальные условия, боевые и так далее. То есть, получается, вот они месяц уже там толкутся, отстаивают границы, да? Это, ну, за 2000 евро вот уже 12 человек, получается, уже, наверное, станут калеками, там, инвалидами или как там. Но несколько человек так точно уже отправлены в больницу, там, 5 или 6 человек. Так вот, на минуточку, получается, что только на зарплату надо, вот только вот, если в таком объеме 15 тысяч задействовано, это надо выделить уже из госбюджета польского 30 миллионов евро. Вот 30 миллионов это то, что уже чисто отдается. Ну, плюс выплаты, доплаты и так далее в связи с тяжелейшей ситуацией. А если добавить к этому еще остальные всякие расходы, расходы на бензин, на амортизацию, на военную технику, на еду, на логистику, на все-все-все-все обустройство границы, ну, выйдет в месяц, что им надо, что они уже потратили за вот этот месяц, это минимум 100 миллионов евро из госбюджета. Ну, я думаю, больше. Они что-то цифру эту так скромно не называют, может и больше. Можно предположить, что до 200 миллионов евро в месяц. Мне интересно, сколько поляки могут выдержать, народ, сколько, как долго сможет выдерживать вот такую ситуацию. Особенно, если сейчас будет такая же, тысяч пять будет мигрантов этих сосредоточено, скажем, на Брестском направлении. У них же там не только подгродно-логистический центр, наверное, в других местах он тоже их понастроил, там другие какие-то центры. То есть, если вот на 12 таких пунктах создадутся такие лагеря этих беженцев, по 2, 3, 4, 5 тысяч, там, с молодыми этими бойцами, которые готовы, там, типа, единоборствами владеют, еще чем-то владеют, там. А вдруг еще какие-то шахиды появятся, там, с поясами шахидов, там. А вдруг там женщины этими поясами обмотаются, все же может быть. А вдруг там какой-то автомобиль со взрывчаткой там пойдет на погранпункт, подорвет его. Что хочешь, может быть. Это ж я вам ничего не придумаю. Это ж все уже было, было, было. Оно просто теперь пришло и становится реальностью, такой сюрреализмом вот на этой территории Польши. То есть, одно дело Польша им всегда, так сказать, держала в очередях, там гнобила под дождем. Там, там, фактически издевательство было по отношению к украинцам. Я помню, сам стоял в таких очередях. Это ж просто жутко. И эта вертушка крутилась, там, одного человека только пропускает, и все. Это ж просто было страшно, там, что творилось. Ну, украинцы хотели ж туда попасть, типа, на территорию свободной европейской страны. И, ну, миролюбивые люди, спокойные украинцы, такие тихие, все. Поэтому терпели, там, ну, 5-6-7 часов. Или, там, автобусы эти стоят, там, их шмонали по полной программе по 5-6-10 часов. Там, помните, да, что творилось на переходах? Там, выворачивали назад, а тут вот другая ситуация. Тут пришли ребята такие горячие, как говорится. Оттуда, с Ближнего Востока, с этих гор разных, да, там, спустились. Это курды, там, типа, и другие, в Ираке, там, сирийцы и так далее, и с Йемена. Сейчас еще негры с Мали подойдут. Вот, им тоже там терять особенно нечего. Там серьезная гражданская война идет, религиозная война идет. А если еще с Нигерии потянутся, вот, тогда вообще весело будет. Вот, с этими своими формами, там же, очень у них сильная воду, там, и так далее. Эти все, как они там, называется это у них, так называемая религия, или как там, верование. Поэтому, Польша, для Польши, для их руководителей, для народа Польши, это серьезное, серьезнейшее испытание. Как они его будут выдерживать? Финансо-экономически его, они не выдержат. То есть, если вот будет, так как я говорю, у них такой сценарий, что у Лукашенко, у Путина и у Лукашенко этого, как говорится, тираннозаврика. Вот такой сценарий, и на каждом погранпункте они будут это делать, ну, где-то тогда будет. Они хотят довести путь, Путина же хорошо люди есть считают. Они считают, что если где-то затраты польского госбюджета в месяц превысят миллиард евро, то Польша просто не выдержит, она столкнется с дефолтом. Вот, я думаю, им надо девальвация Злотова, они ориентированы на расшатывание внутриполитической ситуации. Сейчас украинцы оттуда массово рванут, потому что это же уже там нечего делать. Они очень жестко сейчас срывают все полякам Рождество. То есть, они будут наращивать, ухудшать ситуацию, чтобы им, как говорится, было такое лукашенковско-путинское типа Рождество. Мы пришли к вам с приветом, да, Лукашенко любит на эти дни такие, особенно Николая делать, такие разные мордобития устраивать. То есть, вот, они на это ориентированы. И запустить, запустить такую, как бы, обвал, обвал всей польской системы. То есть, поломать вот это польское чудо, социальное, гражданское, экономическое, вот. И все, и все. Инвестиций не будет, сейчас они бежать будут, как только прекратятся инвестиции. Сейчас, естественно, упадет рейтинг ценных бумаг Польши. Их будут продавать под больший процент долговые обязательства. Сейчас начнет расти государственный еще долг. Ухудшится торговый баланс, он и так ухудшился. И так экономика трещит по швам в связи с этой эпидемией. То есть, есть реальная ситуация, что Польша оказывается в очень сложном положении. И помочь ей никто не собирается и не хочет особенно. Поговорила там пенсионерка Меркельс Лукашенко. Ну и что в результате? А в результате 12 польских военных оказались пострадавшими. Вот и все. Что денег дадут? Не дадут денег. Европейский Союз даст. Это Урсула фон дер Ляйн даст, не даст. Или Борель даст. Ничего не дадут Польше. Таким он был, а вышеградская четверка. Ну и что они там проговорили? Неизвестно, что они там проговорили. Значит, ничего не проговорили. Ни о чем не договорились. Вот такой бы я вам сделал срез этого балто-черноморского куска. А теперь смотрите, что получается еще дальше. Дальше у нас получается, туда если ниже пойдем, ну и вбок к Каспийскому морю, это к Дугету. Это тоже балто-черноморский кусочек, такое черного моря туда к Каспийскому морю. Там опять Армения и Азербайджан фактически находятся в состоянии войны. И там типа выступает товарищ Путин, миротворец. На секундочку, Азербайджану захотелось взять какую-то высоту, уже на прямом азербайджанско-армянском границе. В результате 7 азербайджанских убитых, 10 раненых военных. Один убит с армянской стороны, 10 раненых и 12 армян взяли в плен. Вот и все, погуляли из-за какой-то высоты. Слышите, им высота-то нужна была. Высота им. Говорит, зачем ремонтируете провал? Деньги собираете, чтобы не сильно проваливаться. Алиеву понадобилась эта высота. Ну вот и все. Давайте, тут уже Путин миротворец. Ребята, успокойтесь. Да не надо, я тут с вами. Давайте мы это все как-то уладим. Все нормально. Порядочек. Путин и тут уже как бы успокоил. Одного на поводок взял Пашиняна. И Алиева там тоже немножко, как говорится, объяснил ему. Ты кагибист, я кагибист. Мы братья кагибисты. Чего нам с тобой делить? Нечего делить. Папа твой был генерал КГБ. Чего ты, забыл папу что ли? Как он был членом политбюро в ЦК КПСС. Вот и все. Все нормально. Все хорошо. Что может дальше тут быть на этом пространстве? Вот смотрите, я вам выскажу такую точку зрения. Хочется ошибиться, конечно, но смотрите. Что еще точно уже как бы определился Путин и теперь Турку валяет с Лукашенко? Это где-нибудь там, когда морозы начнутся, ну тут же цены на спотовом рынке газа на минуточку. Летят просто как бешеный верх, там уже больше 1100 долларов за 1000 кубов. И до полторы недалеко. А если, например, сейчас морозы начинаются, да? Вот с Арктики же там идет этот, идут всякие там огромные массы холодного арктического воздуха. Вот и мороз будет 10, 15, там 20 градусов в ноябре, декабре. То Европа, конечно, ну и Московия тоже, но у них газ есть, хотя там еще неизвестно тоже, что будет в Беларуси. Но возьмут и остановят полностью, прекратят поставки Ямал-Европу. Вот это 33 миллиарда кубов он рассчитан. А газовые хранилища Европы западные заполнены, ну на сколько? Ну на 60 процентов. А если сейчас в ноябре начинается зима, да, там 15-20 градусов мороза, то этих не хватит ничего. То есть все практически надо будет покупать, поскольку покупать газа. Газа нет. Я этот Лукоженко раз и остановил, вот остановил и все. Не буду, говорит, поставлять. Он как дружбу остановил, или атомную станцию, там вышел блок функционального функционирования. Вот он остановил и все. И так скажет, тут тоже у нас возникла авария на Ямале. Вот и все, труба лопнула, понимаете. Поэтому чиним. Ну а сколько? Ну как будет, так и сколько той зимы, говорит. Как часто выходите в баню, да? Говорит, один раз в три месяца. Говорит, а зимой? А зимой, говорит, сколько той зимы? Поэтому, естественно, что вот сейчас это у них тоже очень мощный. То есть как только они остановят Ямал Европу, поставки газа прекратятся, а северный поток-2, он не функциональный, он и не будет функционировать, он не может функционировать. Да тут еще, если возникнут проблемы с северным потоком-1, который тоже там типа 55 миллиардов в год качает, вот тогда будет вообще весело. То есть Европа к этому не готова. Конечно, в условиях экономического падения, абсолютно тотального кризиса, уже почти галлопирующей инфляции, девальвации по сути евро и американского доллара, остановки бизнесов, предприятий, там заводы останавливаются, малый и средний бизнес гибнет, дефицит госбюджета, растут заимствования, финансово-экономический коллапс, мировой финансовый экономический, и в Европе он тоже, ну, Агар там печатает эти евро, конечно, ну, печатает, говорит, бери, я себе еще нарисую, но недолго же это будет. То есть фактически начнут рушиться страны, там Греция, Италия, Испания, Португалия, слабые звенья выпадать будут. Естественно, Болгария, Румыния, вот Чехия, Чехия там вообще фактически на грани реального, открытого гражданского конфликта, понятно, что там будет столкновение прямое, с одной стороны, миллиардер Бабиш, Земанг, типа коммунисты, социал-демократы, гамачики, там остальные, с другой стороны, пираты, там старосты, либералы, фиалы и там прочее. То есть там реально говорят, чехи тихие, тихие пока деньги есть, а как денег не будет и не на что будет пиво выпить и всего остального, я посмотрю, какие они тихие. То есть там это все только-только вызревает, да плюс у них это с этой пандемиями, она там растет колоссально, ну и плюс там же ситуация тоже очень тяжелая, с точки зрения, там почти христиан не осталось, там они где-то позиционируют, что все христиан вместе взятых, всех направлений где-то порядка 14%, это самая такая антихристианская сегодня страна в Европе. Ну а что бывает с такими странами? Тоже известно, почитайте там, как говорится, гибель Содома и Гаморы, там все написано, там нет вопросов, как это все происходит. Поэтому как бы сложно, вот это сложное, то есть еще что-то будет, еще будут какие-то столкновения, взрывы, падения, новые кризисы, вот, еще Испания, Каталония, еще Италия пока очень так, она как-то бодренько выглядит, я думаю, там должно что-то очень такое произойти, такие катаклизмы серьезные, социально-политические, финансовый, крах там должен быть. То есть как бы все, все в таком турбулентном, хорошем процессе находится, динамичном, то есть все, темп усиливается, да, путана, алифтина наращивает темп. Поэтому процесс идет, процесс идет, ребята, так что готовьтесь к новым таким интересным событиям, новым неожиданным поворотам, ну и Путин, так сказать, скипидара и бензинчика все время подливает, да и этот патроны подносит, Лукашенко тоже, как говорится, не упускает своего, да, он же не один, их же таких много. Вот такой бы я вам сделал легенький анализ, сценарии бы такие нарисовал, что надо ожидать вот в ближайшую неделю ноября. Ну это штука ноябрь, еще штука утки отлетели там и так далее, так что черные лебеди сейчас прилетят и за ними черные вороны, так что все впереди, все впереди, все будет интереснее, круче и как бы неожиданнее, так что готовимся, готовимся, смотрим, анализируем. До новых встреч на моем канале.